Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 21 апреля. У нас стоит прекрасная погода. Сейчас 10 утра, 15 градусов тепла. Днем будет 22 градуса. Завтра 23, там 25. Ночные температуры тоже хороший плюс. Сегодня видеообзор будет немного поинтереснее, потому что у меня появились первые томаты в открытом грунте. Вот видите рядок. О них расскажу очень-очень подробно в конце видео. Сейчас пройдемся по всем посадкам. Из изменений, вот то, что я говорила, нам нужно переселение в теплицу, которая совсем-совсем холодная и дырявая. Я перенесла вот ту рассаду, которая была в придомовой. Вот эта половина готовлю к высадке. Так, это та теплица, в которой мы еще, ничего я вам не показывала, и мы, я сюда и не заходила, потому что она была пустая. Теперь ее понемножку начали обживать. В прошлом году здесь у меня росли перцы. Это была всегда перечная теплица. Я высаживала много-много перцев. Еще с тех времен, когда семена перца я заготавливала, и они продавались вместе с томатными. Но потом, когда я не стала это делать, теперь столько перцев не нужно, потому что вы понимаете, что целая огромная теплица была полностью перцев. Теперь эта теплица будет совмещенная. Половина будут томаты, а какая-то часть перца и баклажаны. Вот эта теплица, которая не для раннего урожая, которая недавно высажена, теперь в последующую несколько дней, 5-6 неделю, я не буду прикрывать даже вот эти пленки, потому что у нас ночная температура будет плюс 7, плюс 8. Значит, в теплице будет около 10 градусов, и тем более высокие дневные температуры 22, 23, 25 будут нагревать здесь грунт. И этого тепла достаточно будет не то что без обогрева, даже без прикрытия пленками. Ну и в теплице для суперраннего урожая изменение в том, что вчера после полива я начала сразу во влажную, в такую мягкую землю втыкать эти колышки. И сегодня те томаты, которые я подвязывала, которые я уже на один раз посынковала и подвязывала, я буду подвязывать на второй раз, потому что вы видите, вот где моя подвязка, растут как бешеные, и они уже, видите, после подвязки вот этот вот лидирующий пасынок со стволом, они сильно раз, ну как, растут и вверх, и раз, как расходятся широко. Вот их надо теперь соединить и подвязать еще на раз. Уже на каждом томате по три кисти, две кисти на основном, и один на лидирующем вспомогательном стволе. Когда сегодня буду подвязывать второй раз, я все подробно объясню и расскажу. Ну и самая интересная новинка сегодняшнего дня, это, конечно, томаты, высаженные в открытый грунт. Вы видите, что они у меня вообще без прикрытия. Надя, смотрите, я сейчас скажу очень важную информацию, которую должны услышать все. Видите, эти томаты я высадила только потому, что у меня эта рассада лишняя, лишняя совсем. Вот она наша Надюша. Это остатки той рассады, которую я сеяла еще в конце января для получения суперраннего урожая, как бы запас. Вот видите, вот весь этот бордюр засажен. Это столько было у меня запасных на крайний случай. Вдруг не взойдет, там погибнет, что-то падешь или замерзнет. Но так как ничего этого не произошло, я те, которые сеянцы высадила, они прекрасно сейчас растут. А эта рассада, она у меня уже, можно сказать, была замученная. Замученная в каком смысле слова? Что у нее большой возраст, как маленькие старушки, про которые я говорю. У нее большой возраст, но я ее, когда ту высадила, я ее даже не стала не переваливать в больший объем. Она у меня в углу вообще стояла, там, где не было света в придомовой теплице. Ясно, что на самых лучших местах стояли те томаты, которые я предполагала дальше в теплицу высаживать. А про эти я же вам говорила, что у меня под вопросом, буду или не буду я вообще ее высаживать. И то, что я ее сюда высадила, может быть, для нее это спасение, я дала ей шанс. Если бы я ее сюда сейчас не высадила, до открытого грунта, я не смогла бы ее дотащить, сберечь. Потому что, вы видите, вот ринет. Ему он уже расцветает. Ему по срокам уже нужно цвести. И уже нужно больший объем для корневой системы. А высаживала я вот из этих стаканчиков, видите, 200 граммов. Ну как может расти такое взрослое, огромное растение. Ну как, ну не огромное, но смотрите, оно уже большое. Вот весь этот объем рос в стаканчике 200 грамм. Там уже была одна корневая система, не было земли. Так что вот то, что я их сюда высадила, я больше чем уверена, некоторые сейчас подумают, что я их как на погибель испортила им жизнь, издеваюсь над ними. Но вот эта высадка, это для них спасение. Если они здесь хорошо приживутся, если они здесь разрастутся, это будет их шанс. Если бы я их сюда не высадила, мне бы пришлось их просто выбросить. Потому что даже отдать я их никому не смогла бы. У нас в это время никто так рано не высаживает. Такая ранняя рассада нужна только, была мне только вот для теплицы с подогревом. Но вы же понимаете, что никто не будет сеять в конце января скороспелые сорта, потому что у них короткий срок. Вот сейчас там ренет уже цветет, все они цветут. Они уже скоро начнут плодоносить. И вот эта рассада, она бы все равно, ну как, она была не нужна мне. И еще. Вчера, когда я сказала, что буду высаживать вот на борта, что все согласились, что этот вариант высадки, он, ну как, более подходящий, чем вот просто в открытый грунт, там высокорослые. У меня несколько причин, почему я высадила. Потому что рассада все равно была ненужная, как бы лишняя, запасная. Это первое. Во-вторых, это вся рассада, сорта холодостойкие, сибирские. Именно вот это вот спиридон, вот это вот ренет. Я про них говорила, что даже при подмерзании вот этих листиков, она имеет такое свойство очень уникальное. Они снова обрастают. Обрастают. Даже если у них замерзает вот эта макушка вместе с цветочными будущими плодовыми кистями. Ничего страшного. Он даст себе жизнь через пасынок. Вылезет здесь пасынок, и он такую же опять цветочную кисть даст и догонит. Они очень живучие. Они могут переносить длительные периоды похолодания. Я все так подробно объясняю, чтобы некоторые начинающие огородники не стали за мной повторять и высаживать все подряд в открытый грунт. Так, первая причина, что это у меня так и так запасная рассада, которая пропала бы. Второе, что здесь у меня подобраны все холодостойкие сорта, во-первых. Во-вторых, все они низкоруслые штамбовые, которые очень легко закрыть. В-третьих, у меня есть маленькие дуги, у меня есть укрывной материал. И сейчас вот они неделю будут стоять без укрытия. Мы сегодняшнюю ночь, они уже стояли без укрытия, кстати. Я их посадила, полила и ушла. И у меня есть возможность их прикрыть. Уж такое количество рассады, вот этот бордюр и напротив тоже, я сумею сохранить. В-третьих, правильно мне люди сказали, и я всегда так делаю, когда высаживаю рану. У меня лунки углубленные. У меня лунки вот эти углубленные. И поэтому они еще, как сказать, еще ниже, еще компактнее. И они, их очень просто будет сохранить. И еще оттеплиться тепло. И потому что вот эти вот грядочки-то, они насыпные. И получается, что в самом вот этом в грунте, который холодный, они не сидят. Они сидят вот в этой высокой насыпной грядке. Короче, у них здесь очень много преимуществ, которые, возможно, помогут им выжить и плодоносить. Сразу скажу, конечно, большого урожая я с этих томатов не жду. Это именно для получения раннего урожая. Там вот они не такие, что будут плодоносить все лето. Бывает, что в конце июля я уже их выдергиваю. Потом на это место можно посеять салат. Но вот первые у меня высажены. И я считаю, что раз погода дала мне такой шанс, что вот теплое стоит. А, и про то, что меня предупреждают, что в начале мая будет похолодание, там минус один, минус два, даже некоторые говорят до минус трех. Вы понимаете, что высадив их сейчас и дав им укорениться вот эту неделю, которая до мая будет, я наоборот, как сказать, они будут крепкие, они будут укоренившиеся. Им будет проще пережить вот эти заморозки, эти похолодания, чем тем, которые я высадила бы в начале мая. Вот подождав, что вроде в мае все уже начинают высаживать некоторые. Я бы высадила в начале мая, у них не было бы сцепки с грунтом у корней. И они стояли бы вроде как земля отдельно, а не отдельно. А тут они уже будут усилены вот этой почвой. У них, знаете, какая там сильная корневая система. Они сейчас сразу расползутся по всей этой моей грядочке. Ну вот, короче, так. И еще самое главное, высадив их сюда, я морально готова, что, возможно, опыт будет неудачный, что, может быть, они замерзнут. И, может быть, в конце сезона я сниму видео про эти вот томаты под названием «Не повторяйте моих ошибок, так делать не нужно». Это тоже возможно. Но у вас есть уникальная возможность вот благодаря моей такой ранней высадке, благодаря вот этим всем моим экспериментам, всяким там действиям. Вы посмотрите и сделаете для себя вывод, нужно ли так делать, подходит ли вам это. Может быть, вы такой человек тоже с авантюрным складом характера. Может быть, вы на следующий год тоже несколько кустиков. Также рано высадите в апреле, закроете, и будут у вас первые томаты. И не у всех есть теплицы, чтобы получить первый ранний урожай. Мне кажется, что правильно люди говорят, что нужно научиться выращивать томаты в предлагаемых нам условиях. Вот если у нас холодные регионы, если мы высаживать можем только в июне в открытый грунт, а когда-то кушать ранние-то плоды. А если высадив в апреле вдруг получится. Все, сегодняшний видеообзор немного растянутый, но про высадку в грунт я должна была вам рассказать очень подробно, чтобы объяснить, что это нестандартное решение, что это не как обычно, что это не по правилам, это исключение, это просто эксперимент. Это просто вот я захотела попробовать и вам показать. Все, до свидания. Сегодняшнюю ночь они переночевали прекрасно. Мне кажется, они даже не заметили, что я их высадила. Вот тут в стаканчиках выращивание, конечно, дает свои плюсы. Если бы открытая корневая система была, они бы вчера на жаре завяли, ночью бы, возможно, еще и холодно было бы. Ночью было 5 градусов, следующие ночи плюс 8, плюс 7. Для них это вообще идеальная ночная температура. Днем тепло, ночью до 7, до 8 градусов. Вот для таких сортов, для сибирских, для холодостойких, это прекрасная температура. Ну, не прекрасная, но хотя бы приемлемая. Продолжение следует...